Приветствую вас. Я думаю, что ключевым моментом вашей ситуации заключается отсутствие цели. Ключевым моментом вашей ситуации является отсутствие цели. То есть вы говорите, я не знаю, что мне делать, да, я не знаю, что делать. А что делать, чтобы что? То есть вот, как бы, цель какая? То есть если вы хотите отношение с ним, к примеру, гармонизировать, да, ну это одно дело. Если вы хотите там, допустим, себе разобраться, это другое дело, другой момент. И вот, собственно, непонятно, чего вы хотите. Вот, это вот такой аспект, да, такой момент ситуации. Вот. А дальше, значит, вы пишите, что влюбились, ну, что есть, что есть ваша любовь, да. Что есть ваша любовь, влюблённость, да. Что она под собой, условно говоря, подразумевает. Вот это вот ваша влюблённость. То есть вы хотите чего? Вы хотите для человека чего-то? Или вы хотите для себя чего-то? Понимаете, да. То есть, как бы, ну, я вот, например, вижу, пока, вот, пока я вижу то, что вы хотите чего-то для... Ну, пока что, вот, пока что я вижу, что вы хотите чего-то для себя. Опять же, я не берусь сейчас брать ответственность, ответственность на себя полностью, да, за вот эту вот ситуацию. Я не знаю, я не знаю, как обстоят дела, наверняка. Но, то, что я вижу, да, то, что я вижу, ну, мне вот представляется, ну, собственно говоря, вот таким. Так вот так. И... Как бы, ну... Что с этим делать, да? Я думаю, что для начала, нужно определить, что вам хочется. Что вынуждает. Вот. Для начала. А дальше уже будет, в принципе, понятно. Да? То есть, вы будете, вы сами, сами себе на вопрос ответите, чего я хочу. Что, и что мне нужно, точнее, даже. Вот. Вы сможете ответить себе на этот вопрос. А, вот. И, соответственно, проблема будет решена, решена. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу сказать вам. То есть, что делать, это исключительно вас нужно спрашивать. Что делать, как вам быть, это исключительно вам нужно спрашивать, исключительно ваша, ну, ответственность. Вот. То есть, если вы влюбились, если вы влюбились, то, наверное, вам, ну, хотелось бы, чтобы человек был счастлив. Если вы хотите этого, чтобы человек был счастлив, то, ну, наверное, нужно посмотреть, что для него хорошо. Вот. Вот. Он не против с вами общаться, он не против с вами взаимодействия. Ну, взаимодействуйте с ним. А там дальше уже будет видно, что и как. То, как он отреагировал на ваше признание, это, в принципе, вполне нормально. То есть, вы подаёте это так, как будто это надежда, да? Ну, вы подаёте это так, как будто, как будто, прям вот, знаете, как будто это прям свидетельство того, что что он вот прям испытывает симпатику, а на самом деле нет. Его реакция это абсолютно нормально, никакой агрессии ничего быть не должно, но меня немножко как бы тревозит то, что вы, значит, не уверены в себе, потому что такое впечатление, что вы себя до конца не признаете, такое впечатление, что вы себя до конца не принимаете, поэтому может быть в начале имеет смысл как раз таки принять себя полностью, да, более уверенным быть может быть и уже потом с человеком взаимодействовать, вот. Мне представляется так, ну мне так ситуация представляется, по крайней мере. Вот. А контекст у него, подумайте, контекст у человека, что вы для него хотите, что вам нужно, что вам хотелось для него. и мне кажется, что это даст вам тот необходимый момент, тот необходимый аспект, который посудит стимулом для, к примеру, а значит, ну, дальнейших действий каких-то. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.